Доброе утро, садоводы-огородники! Сегодня 26 ноября, на улице Мороз, 5-7 градусов, у нас здесь в Московской области. И сейчас самое время перекопать землю в теплице. Это самое благоприятное время для перекопки земли в теплице. Как это мы делаем? Ну, во-первых, мы видим, что у нас поверхность земли уже подморозила на сантиметр, на два. Это хорошо. Какая-то дезинфекция произошла уже в природе. Затем мы берем лопату обыкновенную. Она примерно копает на глубину 25 сантиметров. И делаем ей перекопку с переворотом пласта. Ну, так, как и обычно, мы копаем огород плугом трактора с полным переворотом пласта, чтобы верхняя часть отработавшей и более заражённой почвы перешла вниз. Но надо заметить, что многие копают фрезой. Это неправильно. Фрезой можно покопать, может быть, тесной, на небольшую глубину. Но вот сейчас, осенью, обязательно надо делать переворот пласта обычной лопатой. Это очень важно для того, чтобы не было много заразных болезней на вашей теплице. А на будущий год вы берёте примерно вот такие вот вилы. Они имеют глубину примерно не более 20 сантиметров. Копаете примерно на 15-20 сантиметров для того, чтобы нижний слой, заражённый, остался у вас на дне плодородного слоя. Ещё хочу отметить, что перекопка теплицы вот сейчас, именно в ноябре, когда уже кругом на улице морозы, где-то 5-7 градусов, очень комфортная, поскольку влажность низкая в теплице, прохладная. Копать будете и не будете потеть. Сухо и нет такой жары, как если вы будете копать, скажем, в том же октябре. Здесь в октябре влажность довольно-таки высокая и копать очень жарко. Если вы откроете створки, то будет сквозняк. Это будет ещё хуже для здоровья. А вот сейчас можно даже, вот я смотрю, показываю, с закрытыми дверями. Ветра нет, прохладно, ну, где-то в районе минус один, минус два. Руки не мёрзнут, копать приятно. Показываю. Вот таким образом. Копать можно широко, 10-15 сантиметров ширину, осеннюю перекопку. Но важно всё-таки на всё жало лопаты копать. Вот таким образом. У нас верхний слой уходит вниз. Конечно, это не идеально, но надо это... В этом постараться. Копать надо всю площадь. Дорожки оставлять не надо. Она тоже требует. Дезинфекция и дорожка. И так далее. Это у нас киплица для огурцов и перцев. Затем мы начнём точно так же копать киплицу под помидоры. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.